13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Дмитрий Сергеев, предприниматель, сопредседатель регионального штаба ОНФ Кировской области, заместитель, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению ЗАГС Собрания Кировской области. Дмитрий Валерьевич, добрый день. Добрый день. Очень много новостей неожиданно после выходных дней. Не всегда такое случается в понедельник. Но, тем не менее, тут и окончание чемпионата мира, и открытие памятника царской семье, и прогулка Ильи Шульгина по Кирову с известным блогером, и сегодня готовятся протестные акции профсоюзов в связи с пенсионной реформой, которая грядёт в России. Но давайте мы прокомментируем то, что произошло на выходных. В частности, очень ярким запоминающимся оказалось выступление митрополита Марка на открытие памятника, который сказал следующее. Как сто лет назад революционеры боролись и пытались полностью уничтожить Русь святую, развратить её народ, а часть его уничтожить, так в наше время их преемники в лице городской думы и власть придержащие борются сегодня с историческими национальными духовным наследием. К величайшему сожалению, отметил митрополит, по решению депутата в городской думе памятнику не нашлось места в городе, а, проще говоря, было отказано. Этим решением они не прославили наш город, а вновь опозорили на всю страну. Как вы реагируете на такое высказывание митрополита? Вы согласны с ним или не слишком? Ну, каждый человек имеет право на свою точку зрения, это однозначно. И то, что городская дума приняла такое решение, городская дума, я считаю, что это срез нашего общества, то есть она выражает мнение кировчан. Если кто-то с этим не согласен, наверное, либо он не принимал участие в выборах, либо их пригнорировал, и если в данном случае церковь считает, что ее мнение не было сущено, значит, может ей более активно принимать в этом участие, отстаивать свою точку зрения, а может быть, почему бы и нет, и, скажем, если бы ее представители были в городской думе. Это один из моментов. Второй момент здесь важный. Установка памятника обсуждалась на публичных слушаниях. И здесь нужно было, конечно, заранее поработать с жителями города Кирова, сформировать какую-то точку зрения, почему именно там, какие-то, может быть, важные моменты осветить в установке этого памятника. А здесь у нас получилось, наверное, в традициях как раз большевистских, советских времен, когда мы решили, и мы будем делать так, с жителями не посчитались. Поэтому здесь, наверное, вопрос нужно было готовить раньше, и тогда, может быть, результат был бы другой. Ну, действительно, действительно, ведь депутаты городской думы в первом приближении на комиссии соответствующие как раз разрешили, да, как раз не были против установки памятника царской семье на набережной Грина, а потом общественное мнение воспротивилось. И с чем были проведены общественные слушания, и их модерировали, кстати, и вели оба главы нашего города, и людей не переубедили. Были очень яростные выступления, и здесь, скорее, власти-то выступали как миротворцы. Ну, посредники, определенные между разными точками зрения, и победила точка зрения. Хорошо, то есть пусть как посредники. Которые выставлялась как раз не митрополит. Да, да, но они хотели примирить собственные стороны, которые спорили. А вот как, вы считаете, митрополит в данном случае себя ведет? Он как миротворец выступает, или все-таки он разжигает? Я здесь не буду давать оценку действиям определенных людей. Я, наверное, не вправе это делать. Почему? Это ваше особое мнение. Это мое особое мнение. Участвовать в выборах вы рекомендуете? Да, конечно. И своих депутатов. Формировать свою точку зрения, формировать как раз именно через народных избранников. Хорошо, но прежде чем мы обсудим прогулку Ильи Шульгина с известным блогером Ильей Варламовым, мы подберемся со стороны к ней и порассуждаем с вами о том, что произойдет сегодня вечером. А сегодня по всей стране профсоюзы и в Кирове тоже проводят митинги против повышения пенсионного возраста, против пенсионной реформы в том виде, в котором представлено правительством Российской Федерации. Как вы оцениваете эту активность с точки зрения политика? Считаете ли вы, что активность профсоюзов, их нарастающая сила, это подтверждение того, что профсоюзы новой политической силы выступают? Ну, вот политическую силу, я пока в них такой большой какого-то потенциала я не вижу. То есть, сравнивая с потенциалом, который есть, скажем, в западных странах, это далеко не те позиции. Это мое мнение. То, что они выступают акциям протеста, это их непосредственная обязанность, наверное, если бы они этого не сделали, тогда, наверное, о них вообще, как о защитниках прав трудящихся, говорить бы не приходилось. То есть, это логично, это их, как бы еще раз повторюсь, прямая обязанность. То, что происходит сейчас обсуждение, наверное, вот как раз из предыдущего вопроса, это подготовка. То есть, не принимаются решения, которые потом навязываются сверху, а именно происходит определенная подготовка. И вспомните, наверное, мы года полтора-два назад начали слышать информацию в СМИ о том, что необходимо что-то сделать с пенсионной обеспечением. То есть, вот эта подготовка, она планомерно шла, и она сейчас к онкологическому завершению подходит. Но я не думаю, что тот законопроект, который представлен на обсуждение, он в таком виде и будет принят. То есть, помятуя, скажем, как принимался 214-й федеральный закон, между первым и вторым четвертым пришли глобальные изменения, которые там все перевернули с ног на голову. Напомните, о чем этот закон? Это о долевом участии в СМИ. Мы к нему перейдем сегодня. Думаете ли вы, что профсоюзы это действительно самостоятельная сила, которая в Российской Федерации сейчас как-то утверждается и, может быть, займет какую-то позицию, к этому стремится? Или это просто такое использование профсоюзов властями для сброса негативной энергии? Ну, наверное, сброса энергии здесь однозначно. То есть, во-первых, это не накапливаться, это не концентрироваться, а высказаться, выйти на улицу, кому это необходимо. Такую возможность обязательно нужно давать и узнать, насколько это массово. То есть, объявить акцию это одно, а собрать 100 тысяч, 10 тысяч человек в городе Кирове, это покажет значимость этого мероприятия, насколько оно будет поддержано населением. Или опять у нас пойдет, ну, решили и решили. То есть, вот, то, что здесь какой-то политической силой станет, профсоюзы, не знаю. Мне кажется, профсоюзы в нашей стране пока себя не нашли. То есть, вот та переломка... Как-то они неожиданно себя нашли именно в этот момент. Не было их, не было, тихо было тихо, и тут бац, по всей стране митинги, причем власти не сопротивляются, без всяких проблем согласуют места для митингов. И даже во время чемпионата мира в тех городах, где чемпионат не проводился, спокойненько себе согласовывали эти акции протестные. Я считаю, что здесь власти делают абсолютно правильно. То есть, хотите высказаться, выскажитесь. Просто в других случаях, в других, в случае организации других митингов, не так все чисто и гладко проходит обычно. Запрещают, переносят, выносят за пределы города. А здесь, нате, пожалуйста. Не странно? Хорошо, если это завершили, если никаких припоимов не творят. То есть, в этом отношении пусть было. Я к чему клоню? Потому что некоторые эксперты говорят, что профсоюзы здесь использованы властями и специально подстегиваются именно властями, а не по собственной инициативе для того, чтобы вот такие акции проводились. Что потом можно было сказать, что вот народ обсудил, народ высказал свое мнение. Во всяком случае, возможность такую предоставили. Властями, не властями, я, скажем, информации этой не имею. Наверное, мы истинные, наверное, здесь не узнаем. Но как вариант, да, это правильное поведение тогда властей. Ну, как вы считаете, вы уже сказали, что в пенсионную реформу, скорее всего, будут внесены какие-то поправки. Насколько серьезными эти будут поправки? Уменьшение возраста с тех цифр, которые нам были названы? Что еще? Я надеюсь, что да. Цифры будут уменьшены. Реформа все равно произойдет в той или иной форме. Насколько она будет жесткая, насколько она будет, скажем, сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед, то есть вот это мы посмотрим. Я надеюсь, что она будет смягчена. А как вы думаете, вот эта реформа, в каком вы виде она не принималась, все равно повышение возраста мы ожидаем, правильно? А как она скажется на жизни кировчан? В любом случае, это некоторое ухудшение. То есть тут однозначно другого мнения здесь быть не может. В связи с чем ухудшение? Власти-то говорят, вы такие энергичны. Посмотрите, как мы молодеем. Стареем позже, умираем позже. Начинают снимать ролики. Вы видели эти замечательные ролики по Центральным каналам, где веселые московские, в основном пенсионеры, занимаются в очень недешевых спортивных залах, садятся на шпагаты и говорят, что в 65 жизнь... Ого! Ну, это отдельная московская тема, это отдельная московская программа. Но она транслируется на всю Россию, эти ролики. Я говорю про программу, которая есть у жителей Москвы, где пенсионеры имеют право пользоваться различными учреждениями досуговыми. Московское долголетие вы имеете? Да. То есть, где у них есть возможность посещать какие-то спортивные учреждения, заниматься... Я специально зашел, посмотрел, чем? То есть, это пение, это танцы, это физкультура, это ходьба. Языки, канты, музыки. Языки, то есть, вот это... Чем себя найти, когда ты уже закончил активную рабочую деятельность, да? То есть, вот в этом направлении здесь, конечно, Москва на шаг, она, может быть, даже на два впереди остальной страны. Ну, мы здесь уже упоминали вот эту собянинскую программу «Московское долголетие». Действительно, она была запущена в феврале текущего года. После короткого перерыва обсудим вот этот ход и московских властей, и федеральных. И это действительно программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. А свое особое мнение высказывает сопредседатель регионального штаба ОНФ Кировской области, заместитель председателя комитета по законодательству местного самоуправления Закособрания Кировской области Дмитрий Сергеев. Дмитрий Валерьевич, уже упомянули до перерыва о том, что те ролики, которые мы наблюдаем на экранах телевизоров, по центральным каналам, эти ролики сняты в основном с москвичами. Москвичи, которые участвуют в программе «Московское долголетие». И действительно, эту программу Собянин объявил в феврале месяце. И в каждом округе Москвы есть масса социальных центров, где бесплатно совершенно предоставляются услуги пенсионерам по любым направлениям. От досуга до спорта и каких-то новых научных, новых образовательных программ. Они это все получают. Есть ощущение, что Собянин заранее знал про программу правительства по пенсионной реформе. И дабы москвичи не выходили с митингами на улице, вот эту программу включил. Она, кстати, пользуется бешеной популярностью, абсолютно точно. Это можно посмотреть по отчетам. Еще раз, для тех, кто у нас находится при пенсионном возрасте, любой москвич может совершенно бесплатно в массе социальных центров, а по договору социальных центров московских властей и в платных центрах, например, спортивных, но абсолютно бесплатно, заниматься, чем там душа, собственно говоря, не пожелает только. И вот этих счастливых пенсионеров снимаю сейчас на центральных каналах, показываю с ними великолепные совершенно ролики. Вы видели хоть один из них? Я, честно говоря, не попадаю. Я вам рекомендую. Я вам рекомендую посмотреть. Я просто себе представляю, как в замечательной, дорогой, достаточно спортивной одежде, ухоженная москвичка в дорогом спортивном зале, это видно сразу, можно сравнить с кировскими, говорят о том, что в 65 лет все только начинается, и все у нее распрекрасно, и в семье, и дома, и где угодно, и давайте все так. Я себе представляю, как реагируют на эти ролики, например, пенсионерки в какой-нибудь, я не знаю, Зуевке, или в каких-нибудь там, в Лузе в какой-нибудь, да господи, даже в Кирове. Вот это вообще как этично, на мой взгляд? Программа в отдельно взятом городе идет, в Москве, где и так, и уровень жизни выше, и пенсии выше, и зарплаты, и возможности. Ну, не показывая хороших примеров, мы к этому стремиться не будем. Вот я бы, наверное, с этой точки зрения подходил. А вот сидите вы в Лузе, пенсионерка. Ну, наверное, это больше посыл, наверное, не к пенсионеру из Лузы, а к руководителям, скажем, региона, либо к руководителям того муниципалитета, которое видит, как должно быть, или как люди хотели бы видеть, и то, что происходит у них. И сделать шаг в этом направлении, это не всегда, может быть, требует таких больших финансовых затрат. Программа «Кировское долголетие». Пусть оно может быть Кировское, города Кирова, да, пусть оно будет на уровне какого-то отдельного муниципалитета, но сделать хотя бы шаги в этом направлении нужно. То есть у нас есть ветеранские организации. Я сам встречаюсь на заводе «Маяк», который мой учредитель, да, то есть с ветеранами. Я вижу, что это люди социально активные, что они сами готовы поучаствовать в каких-то мероприятиях, но не всегда есть возможность это сделать в силу того, что надо помещение. Не всегда это большие денежные затраты, да, то есть нужно предоставить зал, нужно еще чем-то немножко, может быть, помочь, а люди дальше будут двигаться сами. Так вот это направление, оно должно развиваться. Пусть будет это недорогой зал, да, пусть это будет нехеленная бабушка, но людям все равно нужно общаться, людям все равно не нужно замыкаться в себе и находить выход в общении со своими сверстниками. Вы рекомендуете властям все-таки заняться такими программами? Я думаю, что это посыл к властям, в первую очередь. В московской долголетии. Конечно. То есть эта программа не пришла снизу, она сделана на уровне правительства Москвы. Правильно? То есть вот почему бы здесь не поддержать и не, скажем, растяжить на территорию, дать Кировской области и отдельных муниципалитетов города Кировской области. Хорошо. Вот предложение от Дмитрия Сергеева, сопредседателя регионального штаба ОНФ Кировской области и заместителя представителя комитета ЗАГС Собрания Кировской области. И вот программа Кировской долголетия предлагается. Пусть разработают. Дмитрий Александрович Курдюмов у нас человек ответственный и творческий. Может быть, с его энергией и силами и мы сможем это у себя реализовать. Было бы неплохо, наверное. Продолжаем разговор. И опять же о профсоюзах. Тут профсоюз кирпских строителей, коллег ваших на встрече с властями, заявил, что введение новой системы финансирования строительства жилья в России, главное, что нам, понятно, всем, обывателям, покупателям, это отмена системы долевого строительства, долевка будет упразднена, приведет к монополизации строительного рынка, то есть попросту исчезнут средние и мелкие строительные компании, несколько тысяч человек останется без работы, и это плохо, потому что сокращение конкуренции и люди без работы. Что скажете? Ну, опасения, они, наверное, имеют место быть. Единственное, что здесь задача, наверное, руководителя каждой строительной организации, если она желает остаться на этом рынке, искать пути, как выживать. А здесь речь не о развитии на сегодняшний момент, здесь идет речь о выживании в связи с таким резким, кардинальным изменением правового поля. То есть о том, что 214-й год меняться, мы знали об этом давно, но как резко, я уже говорил, что между первым и вторым чтениями в Государственной Думе прошли кардинальные изменения, причем, на первых, перед, скажем, нулевые чтения, то есть когда в рамках Государственной Думы обсуждалось, я ездил в Москву специально, то есть выслушать, о чем же идет речь. И вот этих изменений, кардинальных их не было, они появились позже. А заключаются они в следующем. На сегодняшний момент мы в переходный период, а к 2019 году привлекать деньги по договорам долевого участия, по новым объектам будет, возможно. Те объекты, которые начаты строиться сейчас, они будут достараться по этой схеме. То есть вот сейчас у тех строительных компаний, у которых есть долевка, еще можно что-то купить на стадии котлована. Только можно будет приобрести готовое жилье. Соответственно, возникает вопрос, а на что строить? То есть вот по разным оценкам, но цифры разные видела. У экспертов там 3, 6, 10 триллионов рублей сейчас вовлечены в долевое участие в строительстве по всей территории страны. Последнюю цифру, которую я слышал, это где-то в районе 1 миллион 100, 1 миллион 200 договоров долевого участия заключено в нашей стране. Вот эти деньги заместить в полном объеме в ближайшее время, я, честно говоря, скептически к этому настроен. Да, ведется работа с банками, но на сегодняшний момент банки не готовы оценить риски. Это один, скажем, из моментов. А достаточно ли у них ликвидности для того, чтобы заменить такие объемы финансирования? Это второй момент. И в-третьих, это выстраивание двух коммерческих структур, в которые государство уже вмешиваться не будет. И поэтому желание, скажем, навязать более выгодные условия со стороны банка, поскольку, кстати, льда будут зависеть только от них, этот момент всегда будет превалировать, скажем, над желанием правительства построить больше жилья, то есть выполнить указы президента, полтора раза нарастить жилье. Поэтому этот переходный период, он всегда без определенной турбулентности не проходит, то есть он приведет к снижению объемов жилья. А в этом я, скажем, уверен. А в дальнейшей перспективе, возможно, и рост цены. Но для города Кирова, Кировской области, это произойдет не сейчас, это произойдет в течение трех-пяти лет. У нас есть все-таки избыток на сегодняшний момент предложения жилья, которое построено было раньше, и оно будет держать рост цены. Дмитрий Валерьевич, вот Вы сказали, что еще сейчас у компаний-строительных в Кировской области, которые подготовились, есть разрешение на строительство, и они будут запускать строительство домов, и, я так понимаю, будут использовать механизм долевки. Да. То есть еще и вот даже... Многие ли компании к этому подготовились? Я видел странички ВКонтакте, Стройом Киров, там, по-моему, 3-4 компании, которые наперед получили разрешение. Но речь там идет, ну, дай бог, о десятке жилых домов. То есть это не там задел, не на 10 лет вперед, это двух-трехлетний задел, который есть у застройщиков города Кирова. 3-4 строительные компании, это наши лидеры, крупняк? Ну, те, кто активно занимается долевым строительством. Ну, у нас таких компаний по пальцам пересчитают, на самом деле. Есть еще очень много мелких компаний, которые тоже далекие занимались? Здесь их, наверное, в расчет не брали, то есть видели, когда именно крупные компании, которые все на слуху, и когда они массово получали разрешение на строительство. А правильно я понимаю, что сейчас вот те компании, у которых есть разрешение на строительство, будут в ускоренных темпах закладывать дома и... Нет, вот это как раз и не нужно, потому что если вы до 1 июля получили разрешение на строительство, то вы работаете по законодательству, которое действует до 1 июля. И даже в 2019 году, когда уже все будет прекращено, подалеку можно будет начинать строительство и привлекать долевые деньги. Вот если вы получили разрешение на строительство сейчас, то есть уже после 1 июля, для следующего, скажем, изменения, вы можете привлекать деньги дольщиков, но только на экскроу счета. То есть экскроу счет – это когда вы не напрямую пользуетесь деньгами дольщиков, а берете кредит у банка. А деньги дольщиков аккумулируются на счету в банке. Значит, дольщики кладут деньги в банк, банк может использовать эти деньги, да, и беспроцентно зарабатывать на них что-то. А за проценты дает деньги застройщику? Дает деньги застройщику и дает кредит застройщику. На кредите зарабатывает и на деньгах дольщиков, которые в банке лежат. Прекрасно. А почему в сторону банков-то только игра идет? Ну, вот на этот вопрос я ответить не могу. Я в Думе заседал, да, принимал эти деньги. Да, да, а сообщество-то это обсуждает? Да, скажем, есть в Минстрое Российской Федерации настроение, скажем, некоторое послабление сделать, когда у организации заключены договоры о развитии застройных территорий, о комплексном освоении. То есть вот под этим новым правилом мы сейчас не попадаем. Я думаю, что эти изменения, наверное, будут осенью приняты, но это такая, скажем, небольшая отдушка, которая серьезно ситуацию не изменит. То есть общая тенденция отхода от долевого строительства, от нее правительство не будет отступать, и в ближайшее время мы строить долевку не сможем, мы будем только покупать этого жилья. А скажите, у нас остается полторы минуты до перерыва. Напоминаю, Дмитрий Сергеев, заместитель председателя комитета по законодательству местного самоправления Законсобрания Кировской области у нас в гостях. Дмитрий Валерьевич, вы говорили, что в перспективе пяти лет неизбежно цены на жилье поднимутся. Сейчас мы в каком состоянии находимся? Мы на ценах, у нас же был очень сильный откат по ценам на жилье, в связи с тем, что много было произведено жилья, а покупательская способность снизилась. Я думаю, что мы, вот говорим про город Киров, Кировскую область, то есть мы из стагнации еще не вышли. То есть, может быть, кризисные моменты некоторые уже преодолены, но общая тенденция, она сохранится, то есть будет снижение объемов ввода жилья, и роста цен в ближайшее время я не вижу. А какое жилье сейчас, в какой категории пользуется большим спросом? Я смотрю по Москве, там жилье высокого класса, дорогое жилье, оно все продолжает рост в цене. А вот как ни странно, жилье по-старому, скажу, эконом-класса, оно вот как раз стагнирует. Здесь по городу Кирову, наверное, больше не класс жилья, а районы. То есть вот в определенные районы они используются спросом. Есть удачные проекты у компаний по массовому, скажем, по комплексному освоению. Есть неудачные моменты застройки. То есть сейчас меняется потребительский спрос. Если раньше были горячие пирожки, разбирали, и все, неважно, как оно было, то сейчас уже смотрят, а что вокруг, какого качества, какая инфраструктура. Какие тротуары, школы, садики есть, парки, сферы. То есть вот эти моменты, плюс транспортно доступно сейчас очень актуально и очень важно стало. То есть вот эти моменты, они в большей степени определяют спрос на жилье, чем, скажем, степень какой-то отделки, то есть там сада потолков или конструкции стен. Ну и какие районы у нас сейчас популярны? Ну и по-прежнему центральная часть города у нас в приоритете. Ну потому что здесь есть инфраструктура. Да. И плюс удачные проекты по комплексному освоению, причем не высотные дома на окраинах. Ой, я знаю такие районы. Не будем называть компанией, которая этим занимается. Хорошо, прерываем сейчас на полторы минуты. Буквально напоминаю, что это программа «Особое мнение», и его сегодня высказывает Дмитрий Сергеев. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает Дмитрий Сергеев. Ну, надо просто еще напомнить, за всеми вашими регалиями, я не сказала, что вы как предприниматель представляете строительную фирму «Маяковская», и, собственно, поэтому о строительстве много здесь с вами и говорим. Ну и о благоустройстве тоже, потому что кроме того, что вы строите, вы еще и входите в различные общественные объединения, в частности, вы участвуете в проекте «Больше, чем парк». Напоминаю, что это благоустройство силами общественности, благотворителей, предпринимателей парка около Дворца пионеров «Мемориал», где недавно открылась площадка «Вок-аут». Мы об этом говорили много раз в этом эфире. И вы сказали, что на открытии площадки был господин Шульгин, это сити-менеджер города Кирова. И в это время... Ковалева тоже был. Да, и Елена Ковалева была. Пошел дождичек, и вы так почачи такой грязный до этой площадки шли. Реакция какая-то была в этом смысле? Вообще, насколько они активно сами участвуют в этом проекте? Ну, то, что они пришли на открытие, это им большой, скажем, плюс, это большой позитив. То есть они видят изменения, они смотрят на положительные практики, которые в городе существуют. Им, да, конечно, большой плюс. Очередная фотография, очередная ленточка. Кто разрезал, кстати, ленточку? Ну, не я. А кто? Те, кто участвовали в этом проекте, тот, кто его организовал. Не главы города? Ну, главы города тоже главы. Прекрасно. Значит, да, то есть это один из элементов благоустройства в территории у Дворца Пионеров. К сожалению, пока не удалось его до конца довести в плане подхода, в плане освещения. Я думаю, что это как бы впереди, и, наверное, за этот год мы это все успеем сделать. Вот это все вы успеете сделать силами общественности? Да. То есть это без бюджетных средств. Не в федеральную городская среда, комфортная городская среда. Плюс ко всему, ну, не так много денежных средств приходит чуть больше 200 миллионов на всю Кировскую область. А если мы возьмем тот проект, который нами был разработан и осмечен, то его цена больше 200 миллионов рублей. То есть все деньги на один проект, ну, наверное, рука на него не поднимется. Уже сколько сейчас потрачено денег на то, на благоустройство, которое вы реализуете там сегодня? Вот я, честно говоря, таких подсчетов не веду. Ну, давай сбоку, а площадка сколько стоит? Ну, ребята объявили, что это в районе миллион 200. Миллион 200. То есть это те денежные средства, которые собрали по предприятиям, по коммерческим структурам города Киров, плюс трудовое и участие с третельными материалами, которые оказывали стретельные организации. Вы знаете, какая забавная история, на самом деле. Мне очень понравился материал, который подготовили наши коллеги из пресс-центра городской администрации. Они осветили прогулку Ильи Шульгина с блогером-урбанистом Ильей Варламовым. 14 числа в субботу они гуляли по городу. Вроде бы как случайная выборка компьютерная их провела от площади Лепси Аждана Варятская, и они пешком прошлись. И на автобусе проехались от филармонии до Нововятска. Там отчет у Варламова будет в сентябре, но в конце очень интересная история. Во время прогулки по Нововятскому району произошел небольшой казус, пишут коллеги. Две женщины, провожая отрядами гостей, громко обменивались мнениями. Это настоящий Шульгин? Спросила одна. Да как же? Так тебе и приехал бы настоящий. Это подставной. Вот еще, на самом деле, смех смехом, о чем это нам говорит. Вот в местах, где что-то открывается, например, где ленточки перерезаются, люди не сомневаются в том, что это глава города. Но на улице почему-то увидев, сомневаются. Давайте из личной практики. На одну из встреч во дворце пионеров, которая как раз обсуждала богоустройство, я ехал на автобусе. То есть, выхожу с остановки, к ней приходят женщины и говорят, а вы депутат? Я говорю, да. А что, депутаты у нас на автобусе ездят? То есть, у людей некоторое дистанцирование от людей, которые во власти и себя. То есть, они все время чувствуют дистанцию, либо даже дистанцируются, и они не ощущают себя, что мы такие же жители города, как и они. Что мы живем в этих же домах, по этим же улицам, ездим на этих же автобусах. А чем это нам говорят? Вот тот стереотип, который на советских времен, что там в Москве все за меня решат, а я здесь буду только исполнять, он не изжит, скажем. Даже на местном уровне? Даже на местном уровне, и причем это, наверное, в большей степени к людям старшего, среднего поколения. Я думаю, молодежь на этом не заморачиваться. Молодежь вообще не знает, кто у нас эти менеджеры, губернаторы. Я вас уверяю. Я думаю, что вот когда с молодежью вот такой дистанции нет. То есть, увидев губернатора на улице, они ему скажут привет и пошли дальше. То есть, они будут обсуждать, он это или не он. На мой взгляд, вот так происходит. И это плохо или хорошо? Давайте начнем с того, что мы с вами родились в другой стране. То есть, той страны сейчас нет. Но вот чтобы то воспитание, которое у нас заложено, оно было, скажем, изжито, какие-то негативные моменты, для этого должны смениться поколения, а может быть даже не одно. Это понятно. Но все-таки это плохо или хорошо, что люди себя с представителями власти никак не ассоциируют. Если даже с депутатами, за которых они вроде должны голосовать, они себя никак не ассоциируют, то о чем это нам говорит? Вот то неверие во власть, что решаются за меня, а не я. То есть, вот это, скажем, или может быть даже ответственность за то, что раз я его выбрал, он решает так, как я просил, так как я ему давал наказы. Вот это недоверие, оно еще не изжитое. Мне кажется, что оно не бот. Вот в этом поколении. То есть, у них свой мир у нас. Да. У нас свой мир. И, кстати, мы с этим сталкиваемся ведь на проектах, которые по благоустройству и активисты даже устраивают, очень сложно бывает вовлечь людей. А между прочим, городская среда, комфортная городская среда, он подается как проект, который двигается с помощью населения. Мы же голосовали. Одно из условий – это обсуждение на общих собраниях, если мы говорим про дворовая территория, проекта благоустройства. То есть, здесь без участия самих жителей ничего позади точно не сможет. И не только дворовых территорий. Ведь и за тротуары голосовали 18-го числа, и парки выбирали тоже люди. Но, тем не менее, проголосовав, проголосовали, а там уже власти что-то делают. Власти что-то делают. Ну, надо сказать, что у нас сегодня в 3 часа дня как раз у Ильи Шульгина, у сити-менеджера, рабочая группа по проекту Киров меняется, куда входит проект «Больше, чем парк», и многие другие проекты. И там посмотрим, какие у нас промежуточные результаты работы, о чем расскажем в наших следующих эфирах. Ну, смотрите, возвращаясь к прогулке Шульгина с Варламовым по городу Кирову. Вот зачем он это делает? Я имею в виду Илью Вячеславовичу. Что касается Варламова, понятно, зачем он это делает. А вот зачем Шульгин пригласил Варламова в наш город и пошел с ним по городу, и о чем-то там говорил, и вместе они фотографировали разбитые тротуары, лужи и там дымящие, парящие те самые колодцы. Вот это что такое? Кто-то скажет, наверное, что это показуха. А может быть, ведь и нет. Я надеюсь, что Илья Вячеславович озабочен состоянием нашего города. И у него есть желание поменять в нем ситуацию, изменить его внешний вид. Как это сделать? Почему-то в течение полугода никто не заменяет слово «надеясь» на слово «уверен» или «я вижу». Я пока надеюсь. Как это сделать? Может быть, здесь ищется какой-то путь, взгляд со стороны. Да, то есть вот я вижу, я надеюсь, что это происходит именно так, поэтому он приглашает сюда представителей и блогеров, и, помните, приезжали архитекторы, урбанисты. То есть вот эти моменты, как раз именно подготовка, что нужно сделать так, чтобы потом не переделать, чтобы не было обидно за потраченные денежные средства. То есть он не рассчитывает на то, что ему говорят его заместители, сотрудники администрации? А это, я думаю, что нужно спросить у Ильи Вячеславовича, то есть, может быть, он просто хочет услышать разные точки зрения тех, кто здесь, тех, кто со стороны, может быть, еще своя личная точка зрения, а потом выработает что-то единое. Может быть, происходит так. Ну, вот смотрите, собственно говоря, ради этого, ради принятия совместных и верных решений и помощи в реализации проектов по комфортной городской среде с точки зрения современных требований, и натолкнули на мысль нашего правительства, Минстроя России, о создании центра компетенции. Мы об этом с вами говорили во вторник-дневном развороте. И основное опасение – это не будет ли создан этот центр компетенции, призванный помогать людям реализовывать проекты по благоустройству, для галочки. Как сделать так, чтобы центр работал, а не был формальности? Ну, вот здесь, наверное… Вы сами говорили, что кадров нет. Нет. Проектировать, это парфитектор. Центр компетенции, наверное, в первую очередь, наверное, возникает со стороны предельства Кировской области не для помощи людям, а для помощи муниципалитетам, чтобы они… Мы пока не знаем, что там со стороны правительства Кировской области. Они пока молчат. Ну, вот из речи, которую я услышал, скажем, на выступлении Айта Ревкина, Игоря Юрьевича, я вижу вот как бы задачу… Это министр ЖКХ? Это министр, да. То есть, для помощи муниципалитетам, для реализации этих проектов по комфортной городской среде, которые сейчас финансируются из федерального бюджета. Это наше пожелание с вами, как участниками этой встречи, чтобы центр компетенции был гораздо шире, чтобы он не замыкался только на одну федеральную программу, он был нацелен на другие федеральные программы, областные программы, муниципальные программы, а также на небюджетные источники финансирования для улучшения облика наших городов, наших поселений. Как это будет реализовано? Вот когда будут назначены работники, мы увидим, по какому пути… Назначены работники? Да. Кто их должен назначить? Кто будет финансировать? Почему не работники, не на зарплате будут? То есть, опять же, то, что я услышал, то, что я подчеркнул, то есть, это будет структура, будет финансироваться из областного бюджета. Будет ли она, скажем, каким-то автономным, или будет она в составе чего-то, это пока решение не принято. Конечно, эти работники однозначно будут на зарплате, однозначно у них будут какие-то критерии, и у них будет работодатель в лице правительства Кировской области, который будет ставить перед ними конкретно задачи. Ставить над ними эксперимент. Может быть, эксперимент. Это тоже неплохо. И когда мы увидим, кто будет принят, вот тогда, я думаю, что мы сделаем вывод, какие задачи этот человек сможет решать, да, либо не сможет решать. Да, ну вот наши коллеги из других регионов, где эффективно работает Центр компетенции, помните, мы подключали по программе «Дневной разворот» Ростов-на-Дону, мы подключались, ссылались на Тарсан, они сказали, что без политической воли первого лица региона, его личной заинтересованности, такой Центр работать не будет. Вы согласны с этим? Конечно. Другого мнения быть не может. Если это никому не нужно, значит, никто там делать ничего не будет. Пока губернатор Васильев не покажет нам, что он искренне заинтересован, и он сам контролирует такой Центр, мы можем курить бамбук и понимать, что Центра никакого не будет. Это будет просто галочка. Понятно, Дмитрий Сергеев, это его особое мнение, вы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Заньков. Всем хорошего дня. Спасибо.